В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! В гостях у нас сегодня солисты и музыканты Виа Горпарк, Алена Тавинцева и Сергей Байков. Здравствуйте! Здравствуйте! Предстоит большой праздничный концерт на площадке МКЦ. Расскажите про него подробнее. 16 декабря, это будет суббота, в 16.00 мы приглашаем всех своих друзей и поклонников нашего творчества и поклонников-любителей песен 70-80-х годов в МКЦ. Будет сольный концерт нашего ансамбля, посвященный девятилетию группы. Какой репертуар у группы? Вот вы сказали, что песни 70-80-х годов. А почему? Мы эти песни слушали в детстве, и поэтому они нам очень-очень нравились. И сейчас хотим, чтобы люди их слушали, потому что в этих песнях есть мелодия, есть хорошие слова и вообще красивые песни. Там, где клён шумит, звёздочка моя ясная. Сразу не могу не спросить, какая любимая песня. И сыграйте, пожалуйста, у вас здесь с собой гитара. Ну, одна из любимых песен. Сейчас мы попробуем один куплетик споём. Наклонилось вдруг небо ниже И пошёл стучать дождь по крышам Под моим окном луж и пене Друг свидания нам дождь оттенит Если выйдешь ты мне навстречу Даже грянет гром не замечу Если в дождь такой ждать ты будешь Значит, любишь ты Значит, любишь Это одна из любимых песен наших У нас песен очень много И любая песня, она каждая по-своему хороша Вот, например, звёздочка моя ясная Её поёт наш руководитель Геннадий Барыкин Наш вдохновитель Вдохновитель Создатель Создатель этой группы Наше в ансамбле День создания ВИА Горпарк Расскажите подробнее про историю группы Горпарк образовался ровно 9 лет назад Как раз-таки 16 декабря будем отмечать День рождения Пока ещё не юбилей Юбилей будет в следующем году Основатель группы это Геннадий Барыкин Наш бессменный вдохновитель Наш солист И Дмитрий Саликов Наш басист Вообще идея создания группы Именно которая будет продвигать Культуру 70-х, 80-х годов Принадлежит, конечно же, Геннадию Барыкину Вообще ВИА Горпарк Очень хочет, чтобы Не только старшее поколение Но и молодое поколение Начали слушать эти песни Потому что, как правильно сказал Сергей В них есть жизнь В них есть правда В них есть история В них есть любовь В общем, весь избыток чувств А самое главное Что все эти песни поются только вживую Никакой фонограммы быть не может Живые инструменты Живые музыканты Живые голоса Трёх, четырёх, пятиголоси Мы всегда стараемся Удивить и порадовать наших зрителей Получается, 9 лет в группе Это достаточно такой хороший срок Расскажите, почему, наверное, Зрители, слушатели любят Вот как вы думаете По вашему мнению? Ну вот мне кажется, что Они нас любят за нашу искренность Потому что мы Любим их Мы всегда Стараемся Можно так сказать Я не знаю, правильно Это будет неправильно Угодить Зрителю Угодить слуху зрителя Для того, чтобы Тот человек, который пришёл на наш концерт Он ушёл оттуда полностью удовлетворённо Чтобы он окунулся в ту эпоху Вспомнил, как он ходил На танцплощадке Вспомнил какие-то свои Яркие моменты из жизни Потому что я уверена, что Все моменты в жизни у нас связаны Именно с музыкой С какой-то песней Первая любовь Первый поцелуй Первый танец молодых Я уверена, что Когда люди слушают эти песни То душа их раскрывается Сердце открывается Им становится тепло и хорошо И мы вообще, можно сказать Пропагандисты такого Весёлого Задорного Образа жизни Чтобы всем всегда было хорошо И весело на душе Алена, а у вас какая любимая песня И можно ли её услышать? У меня очень много любимых песен Ну, одна из которых Как же точно падал снег И уже дождь звенел Но твоей не видя красоты Верил я Любовь живёт за три девять земель И не думал Что она это ты Отлично, браво, спасибо Спасибо, не могу не спросить. Сколько концертов у вас в год? Например, в этом году сколько вы уже отыграли? Концертов, по-моему, 10. Да нет, больше, мне кажется. Вы знаете, для нас каждый концерт – это такое небольшое событие. Наверное, их было все-таки больше 10, потому что я уже, если честно, немножко не помню. Но я думаю, что 10-20 концертов, вот таких полноценных, у нас в этом году уже состоялось. Много. А участие в фестивалях, конкурсах куда? Конечно, фестивали, конкурсы – это, естественно, неотъемлемая часть наших выступлений. Мы бессменные участники. Раньше мы участвовали, сейчас уже выступали в этом году в качестве специального гостя фестиваля «Мамина пластинка», который также проходит в МКЦ в ноябре месяце каждый год. В этом году был пятый юбилейный фестиваль. Ну, так как каждый год зрители, понимаете, там выбирают зрители. И зрители каждый год выбирали горпарк. И нам уже как-то даже неудобно было участвовать в фестивале. И поэтому мы просто спели для наших слушателей в качестве специального гостя и дали возможность молодым музыкантам, молодым группам, коллективам себя показать. В этом году много приезжало из других городов. И наша фестивальная деятельность также не останавливается только на городе Рязань. Вот, например, в 2018 году весной мы уже запланировали поездку... В 2018, да, в следующем году мы уже запланировали поездку в Московскую область на фестивали вокально-инструментальных ансамблей. Я думаю, что съездим удачно и привезем обязательно для Рязани какой-то подарок. И вообще, наверное, на 10-й юбилейный год запланировано много праздничных мероприятий, концертов. Поделитесь планами. Да, в 2018 году в Виагорпарк исполнится 10 лет. Планируем грандиозное торжество с участием, я думаю, что наших друзей, не только нашей группы. Я думаю, пригласим кого-нибудь из звезд. Да, я тоже. Мы, по крайней мере, планируем. Это пока, знаете, трудно говорить о планах на следующий год, потому что хочется провести этот 9-летний, можно сказать, мини-юбилей очень хорошо. И поэтому сейчас все силы брошены именно на то, чтобы подготовить хорошую концертную программу и порадовать нашего зрителя. А вот сами вы какую музыку предпочитаете слушать? Я люблю слушать рок. Я слушал все время в детстве Юрахип, Дипеппо, Лед Зеппелен, Битлов. Очень много. А современные исполнители нет? Почему? Современные исполнители тоже мне нравятся. Мне нравятся современные исполнители те, у которых есть какая-то изюминка в голосе. Мне, например, нравится очень Григорий Лепс, он прекрасно поет. Я тоже фанат. Вот. Также мне, естественно, нравится Полина Гагарина. Ну, современные исполнители тоже есть. Не все, не все, далеко не все, потому что они многие поют под фанеру. И песни, и песни 70-х, 80-х годов. Вот здесь какую можно провести? Такой анализ, сравнение или просто сказать пару слов? Невозможно сравнить. Я вам могу... Да, это вообще два разных полюса. То есть 70-80-е годы вот как раз-таки зарождалась вот эта вот культура вокально-инструментальных ансамблей, и все старались играть вживую. Сейчас больше уже электронный век, то есть и музыка более электронная стала. И для младшего, так скажем, совсем поколения уже живой звук, мне кажется, они не знают, что это. То есть электронная музыка. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому тут сравнивать нельзя, но у нас, естественно, и сейчас на российской эстраде есть исполнители, которые работают только вживую, и это очень меня радует. А про тексты песен тоже, наверное, можно сказать, которые были тогда 30 лет назад. И сегодня. Про это можно целую передачу, мне кажется, сделать. Про тексты песен, которые были тогда и сейчас. Ну, я уже говорила... В прошлом время было. Да. Ну что, люди по-другому чувствовали, по-другому думали, по-другому любили. Сейчас уже этого нет, хотите сказать? Нет, 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 всё осталось так же, просто мир развивается, соответственно, когда-то мир развивается в лучшую сторону, когда-то в худшую, это такие скачки и периоды. Я не могу сказать, что сейчас тоже много очень хороших исполнителей с хорошими текстами песен. Тот же Лепс. Да, например, тот же Лепс, да. Много, действительно много, но тогда вот не было плохих песен. Вы знаете, сейчас всё-таки есть процент плохих песен. Это всё-таки связано, я так думаю, с развитием интернета. Тогда не было вообще? Потому что тогда плохие песни негде было услышать. А как думаете, как нам повернуть, чтобы мы пришли, наоборот, к искренним песням, к искренним звукам? Вот может быть такое? Случится такое когда-нибудь? Да у нас сейчас это есть. Много исполнителей поют действительно хорошие, добрые песни. И слава богу, что и для них есть тоже свой зритель, свой слушатель. И вот как раз-таки мы и пытаемся вернуть всех людей вот к этим добрым истокам. И, вы знаете, с каждым годом мы замечаем такую тенденцию, что молодёжи становится на наших концертах всё больше и больше. Это очень нас радует, потому что всё-таки я считаю, что молодое поколение может быть из уважения к своим родителям. Они приходят на наши концерты. Но был один случай, я расскажу. В одном из торговых центров нашего города ко мне, к Геннадию, к Сергею подошла девушка. Она была достаточно молодая. И сказала, ой, я вас знаю, вы, город Горпарк. Мы так удивились, потому что, ну, обычно, нам подходят люди, но обычно это люди более старшего возраста. Мы сказали, да, это вы правы. Я, говорит, приду на ваш концерт, я очень вас жду. И нам действительно от этого так стало приятно. Я думаю, ну вот, вот она, молодёжь, которая тоже хочет слушать качественную, живую музыку. Живую. Вот я подчеркну, что все инструменты абсолютно звучат живые. А какой на рязанский зритель есть у него свой собственный характер? У рязанского зрителя есть одна очень отличительная черта. Это благодарный зритель. Вы знаете, всегда после концерта нет никакого, вот знаете, многие говорят, музыканты, я слышала многие интервью, что вот опустошение, мы отдали всю энергию. У нас наоборот получается. У нас после концерта такой подъём, потому что у нас идёт взаимообмен. Мы отдаём свою энергию, своё тепло в зрительный зал, а зрительный зал возвращает нам это обратно через свои аплодисменты. Они вместе с нами поют, они вместе с нами танцуют. То есть даже в рамках концерта у нас, ну, обычно с мест люди подрываются, не могут усидеть. Поначалу все сидят спокойно, слушают, а потом уже, ну, просто не могут. Многие сами идут в пляс, и поэтому... И танцуют, и поют вместе с нами. Да, и танцуют, и поют, и... Очень приятно. И всё же, возвращаясь к истории группы, 9 лет, такой внушительный срок, как удалось сохранить такую атмосферу дружелюбную в коллективе? Это же не так просто. В коллективе просто отношения хорошие среди своих, среди музыкантов. То есть нет таких, как говорится, как вот бывают звёзды, я не хочу, мне это не нравится. У нас есть свои люди, нам это нравится вместе, и мы это делаем. Друг друга уважаем, друг друга умеем слышать. Вот это самое главное. Слушать и слышать. У нас, к сожалению, программа подходит к концу, но я не могу вас отпустить без ещё одной песни. Хорошо. Собрайте, пожалуйста. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастье поделись другим. Спасибо вам большое. Я приду к вам на концерт. Давайте ещё раз пригласим телезрителей. И что бы хотели пожелать, может быть, зрителю? Мы ждём вам на концерт 16 декабря, 16.00. Площадь Победы, муниципальный центр. Всем зрителям хотим пожелать предновогоднего хорошего настроения, потому что 16 декабря как раз-таки будет уже, можно сказать, середина перед Новым годом. Всем пожелать исполнения всех заветных желаний, радости, счастья, побольше улыбаться. Приходите на наши концерты, улыбку вам точно будет обеспечена. Спасибо вам большое. Успехов вам в вашем творчестве. Телезрители напомнят, что в гостях у нас сегодня были солисты Виа Горпарк, Алёна Тавинцева и Сергей Бойков. До новых встреч в эфире. Увидимся на концерте.